В России вот-вот произойдет что-то грандиозное. Вчера поздно вечером президент России Владимир Путин был срочно доставлен в Кремль на какое-то экстренное совещание, по словам нашего следующего гостя. Так, имело ли это экстренное совещание какое-либо отношение к сегодняшним утренним сообщениям о том, что российским войскам известно о 101-й воздушно-десантной дивизии со стороны Соединенных Штатов, и французские войска теперь открыто действуют в Одессе? Это отдельный отчет о том, что Конгресс США фактически объявил войну в субботу вечером своим решающим голосованием в Палате Представителей. Как ты думаешь, что произойдет в Украине в ближайшие несколько недель? Я думаю, что российские войска будут наступать на многочисленных участках вдоль линии фронта вплоть до реки Днепр. Тогда они примут решение, где они хотят переправиться, но я по-прежнему твердо убежден, что после того, как Харьков перейдет в руки России, что произойдет очень скоро, я думаю, затем они переправятся через реку, повернут на юг и возьмут Одессу. И украинцы ничего не могут сделать, чтобы остановить их. У них просто нет сил. И у них есть множество возможностей пересечь эту реку, когда им заблагорассудится. Большинство мостов они оставили нетронутыми. Это всегда было их планом, потому что они хотели добраться до Одессы. Одесса исторически является русским городом. Так что посмотрим. Сегодня утром один русский связался со мной через другого друга и сказал, что не видит в Одессе ни французских, ни американских войск. Я искренне надеюсь, что это положение не изменится. Если это произойдет, то я думаю, что русские ускорят все свои передвижения, и мы окажемся в состоянии войны с Россией. В этом нет необходимости. С какой конкретной целью? И опять же, никто не проявляет никакого интереса к тому, что случилось с украинским народом. Украинцы измучены. Они устали от этой войны. Миллионы людей ушли. Страна разрушена. Она отчаянно нуждается в мире. В данный момент мы должны думать именно об этом, а не о том, чтобы каким-то образом, цитирую без кавычек, отомстить господину Путину, который победил. Помни, мы не можем позволить ему победить. У нас никогда не было другого выбора, кроме как принять его победу. Потому что, опять же, как мы уже говорили, с самого начала у Украины было не больше шансов против России, чем у Мексики против нас в Соединенных Штатах. И прямо сейчас Одесса это аналог Тихуаны, которая находится сразу за границей с Соединенными Штатами. Мы ведем себя глупо и несем чушь на ходу. Ну что же, французские вооруженные силы, это знаешь ли, что бы это ни было, скорее всего, иностранный легион. У них могут быть какие-то мобильные бронетанковые подразделения, но в основном это пехота. То же самое можно сказать и о 101-м аэромобильном полку. Мы называем его воздушно-десантной дивизией из-за Второй мировой войны, но на самом деле это пехота, базирующаяся на вертолетах. Насколько мы можем судить, они не покидали Румынию, так что я думаю, что это сообщение ложное. А теперь скажите, означает ли это, что они не собираются этого делать, или это не рассматривается? У нас есть обещание Байдена, что на территории Украины не будет американских сапог. Но мы знаем, что у нас на местах было много американских военных и сотрудников разведки. Они просто не были организованы в подразделениях. Если бы мы сделали это, а французы поступили бы так же с нами, мы бы оказались в состоянии войны с Россией. Так что это просто абсурдная идея. И возникает вопрос, чего они пытаются достичь, отправляясь в портовый город Одессу. Ты же знаешь, порт легко блокировать, его легко заминировать с морского подхода, а потом ты оказываешься якобы на пороге России. Она может двинуться вперед и разместить всю свою реактивную и ствольную артиллерию, чтобы полностью стереть с лица земли любой район, где мы, возможно, решим обосноваться. Это очень глупая идея, Клейтон. Для меня непостижимо, что кто-то может быть настолько глуп, но в последнее время я часто ошибался в этом вопросе. Я думаю, что ты... Я думаю, что многое из того, что ты анализируешь в мире, не объясняет глупости. Может быть, тебе нужен индекс глупости, чтобы разобраться в этом. Знаешь, просматривая российские СМИ, я не могу найти вообще никакой информации о том, что Путина срочно доставили в Кремль. Так что это интересно. Если бы это было какое-то чрезвычайное происшествие с российской стороны, которое вы могли бы увидеть во всех российских СМИ, то, похоже, это было очень, очень тихо. Так что, похоже, здесь что-то происходит. Как ты сказал, мы не знаем, что здесь происходит, чтобы строить догадки. Но как ты думаешь, связано ли это каким-либо образом с этим новым крупным денежным траншем, который был принят в субботу вечером Палатой представителей, которая, кстати, является одним из, я думаю, что это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видел, видеть, как Палата представителей, после того, как они приняли этот масштабный многомиллиардный пакет финансирования для Украины, хватают украинские флаги и отказываются от них, приветствуя Украину в зале Палаты представителей. Лично меня это очень беспокоило. Не хочу быть редактором, но я действительно был обеспокоен этим. В то время как южная граница широко открыта, в десяти городах Соединенных Штатов процветает преступность, и мы празднуем финансирование Украины. В любом случае, как ты думаешь, это экстренное совещание в Кремле имеет какое-то отношение к поступлению этого огромного транша денег? Нет, я так не думаю, потому что русские узнали, как работает наша система, и эти деньги большая их часть являются подарком донорам и людям внутри Соединенных Штатов, которые заинтересованы в обороне. Ну-ка, что я имею в виду под этим? Большая часть денег никогда не попадет в Украину. Они будут использованы для пополнения существующих запасов, которые сейчас находятся в руках украинцев. Они пойдут на оплату товаров, которые еще не были произведены на сборочных линиях. Так что я не думаю, что русские особенно беспокоятся по этому поводу. Я думаю, что это еще одна демонстрация лояльности многих, очень многих членов организации по отношению к большинству членов организации и, честно говоря, к их донорам. Они отказываются от любого флага, который им указывает донор. И знаешь, имей в виду, что большинство из этих людей на холме ничего не знают о России. Они ничего не знают ни об Украине, ни о Восточной Европе. Все это местные политики, которые сделают все, что, по их мнению, потребуется, чтобы быть переизбранными. Только 21 член Палаты представителей проголосовал против масштабного закона проекта о финансировании на сумму более 90 миллиардов долларов для Украины, Израиля и, очевидно, Тайване. И они сделали это, потому что сказали, пока мы не закроем наши границы, не удовлетворим потребности нашей национальной безопасности и не восстановим верховенство закона здесь дома. Мы больше не будем отправлять деньги за границу. И, конечно же, в этом есть бесконечный смысл. Но их было всего 21. Так что я думаю, если вы можете обратиться к своим сотрудникам и следователям, если они у вас есть, и заставить их поработать, чтобы выяснить, кто платит каждому из этих людей, проголосовавших за законопроект, что именно. Ты знаешь, я уверен, что все они были щедро вознаграждены за свою поддержку. Вот и все. Я помню, всего несколько лет назад, когда президент Обама был у власти. Сенатор Том Коттон написал письмо, в котором, по сути, выступал за войну с Украиной или, извините меня, за войну с Ираном. Другими словами, в одном из этих писем говорилось, что нам нужно быть более враждебными по отношению к Ирану. Санкций недостаточно. Нам нужно напрямую атаковать их и так далее. В итоге, на следующий день, после того, как он распространил это письмо, подписал его и принес в Белый дом, он получил 1 миллион долларов от израильского фонда Билла Кристалла. Так что, по-моему, совершенно очевидно, как это работает. Если ты говоришь правильные вещи и делаешь все правильно, то скоро станешь богатым. Проблема в том, что это не приносит нам никакой пользы. Так вот, я думаю, что у нас есть конгресс, который как бы живет на вашингтонской версии острова Эпштейна. Это мир фантазий. И они больше не связаны всерьез с народом, который они были избраны представлять, потому что я серьезно сомневаюсь, что если бы вы опросили американский народ, кто-нибудь бросился бы добровольно воевать на Украине или на Ближнем Востоке. Я этого не понимаю. И сама мысль о том, чтобы воевать на Тайване, абсурдна. Я спрошу наших зрителей, которые смотрят это шоу сегодня вечером, как вы думаете, ребята, уместно ли американцам отправляться воевать в Украину и умирать в Украине? Отправляйся воевать в Израиль в Израиле. Отправляйся воевать на Тайване и на тайваньской земле. Или, кстати, просто финансировать эти конкретные войны. Я имею в виду, что опросы показывают полковник, что более 70% американцев категорически против этого. Таким образом, у вас есть конгресс, который намеренно не поддерживает связь с американским народом. Это не то, что они делают вслепую. Но, как сообщает сегодня Financial Times, украинцы верят, что 61 миллиард долларов американской помощи не остановят Россию. Они знают, что это ничего не остановит. Это первая страница Financial Times. Так вот, как вы сказали, куда пойдут эти деньги? Они пойдут на финансирование военно-промышленного комплекса. Они будут украдены, как Уильям Бёрнс, глава ЦРУ, предупреждал Зелинского еще в январе. Прекратите красть наши деньги. Так что мы знаем, что это просто спуск денег в унитаз. Но да, мы видим, полковник, что все эти траншеи строятся, и все они выглядят как совершенно новые. Это то, что они сделали в Home Depot, где установили всевозможные красивые ограждения, все новые садовые столбы и фанеру. И сейчас они строят все эти огромные траншеи и укрепления. Так вот, на что мы смотрим. Мы ожидаем возвращения к позиционной войне времен Первой мировой войны в течение следующих нескольких лет со всеми этими деньгами. Ну что же, я уверен, что именно этого хочет украинское правительство, нынешнее при Зеленском. Но есть пара проблем. Во-первых, рыть траншеи очень просто. У них есть машины для рытья траншей. Они действительно великолепны, и я уверен, что если бы мы воскресили армии времен Первой мировой войны и показали им эти машины, они были бы абсолютно поражены. Потому что, знаете, раньше нам приходилось копать это мы сами. Таким образом, эти машины способны пересекать поля за 30 минут и рыть траншеи, в которые поместится любое оборудование, которое вы захотите разместить. Или любые солдаты, которых вы захотите разместить в них. Их можно быстро укрепить, залив бетоном. Так что это очень просто сделать. Проблема в том, кто те украинские солдаты, которые будут заполнять эти траншеи. Или есть надежда, что войска НАТО придут и заполнят эти траншеи. Я не вижу, чтобы украинские солдаты делали это. Я имею в виду, что на прошлой неделе АЗОВ, одно из подразделений АЗОВа, представлял собой организацию численностью в батальон. Возможно, когда-то это была бригада численностью намного больше, но, вероятно, в ней было два человека плюс усиленный батальон. И это были так называемые неонацистские фанатики, которые были преданы режиму. Подразделение отказалось вступать в бой, просто сказав, что мы не атакуем. Мы не будем этого делать. Мы не готовы к тому, что все погибнем в очередной бессмысленной атаке. В других случаях огромное количество украинских военнослужащих просто говорили, вот и все. Мы собираемся сдаться. А русские передавали по радио очень фиктивные призывы к капитуляции. И из разговоров со своими товарищами, вернувшимися из России и попавшими в плен много лет назад, они знают, что с ними хорошо обращались. Так что они знают, что русские не будут жестоко обращаться с ними. Их обработают и накормят. Если они будут ранены, им окажут медицинскую помощь. А затем люди, которые их захватили, сопроводят их в изолятор временного содержания. Русские справились с этим чрезвычайно хорошо. Ты знаешь, вся эта ложь о зверствах русских, возможно, и произвела впечатление на людей на Западе, но на поле боя никогда не было доказательств этого, и украинцы это знают. Так что я думаю, что эта война определенно подходит к концу. Так что если у нас не будет армии призрака, которая будет воскрешена после смертного приговора, вынесенного им Зеленским, я не вижу, чтобы кто-то заполнял эти окопы. А теперь, снова возвращаясь к теме НАТО, мы сказали, и немцы сказали, что мы не будем посылать наших солдат. Силы. Теперь мы слышали, как Байден сказал, что он не стал бы делать много вещей, а потом развернулся бы, вернулся назад и все равно сделал бы их. Так что не исключено, что мы все еще можем быть настолько глупы, чтобы послать туда войска. Я бы не стал этого исключать. Но прямо сейчас это в основном литовцы, поляки, румыны и, я думаю, французы и, возможно, британцы. Но опять же, что они собираются делать, если действительно отправятся туда? В британской армии служат 72 военнослужащих. Во французской армии служат 120 военнослужащих. Если мы отправим их всех, они не нанесут никакого ущерба российским силам, которые сейчас дислоцируются на Украине, их численность превышает 800 человек. У этих сил нет никаких шансов, чтобы оказать хоть какое-то влияние, но они могут начать крупную войну. И опять же, это возвращает нас на путь двух крупных войн, которые могут перерасти в ядерные, одна в Восточной Европе, другая на Ближнем Востоке. Выбирай сам. Можно подумать, что любая здравомыслящая администрация была бы заинтересована в деэскалации и максимально возможном устранении этого потенциала, но мы этого не видели. Тем не менее, в минувшие выходные газета Wall Street Journal опубликовала статью на первой полосе, в которой говорилось, что администрация Байдена борется изо всех сил. На самом деле, я думаю, именно это слово они использовали, действуя за кулисами, чтобы действительно успокоить напряженность на Ближнем Востоке. И действительно пытаясь отговорить израильтян от нападения Ирана, и пытаясь ослабить давление там. Именно эти слова были использованы в Wall Street Journal. Администрация Байдена изо всех сил старается помешать израильтянам вступить в войну с Ираном. Ну что же, я не сомневаюсь, что за кулисами Белого дома царит определенная паника, потому что они не контролируют ситуацию. Они передали контроль над Ближним Востоком Нетаньяху. НАТО это по сути военный корабль, на мостике которого никого нет, а двигатели больше не питают корабль. Он плывет по течению. Так что с одной стороны, альянс НАТО действительно плывет по течению. Я имею в виду, можешь ли ты представить себе глупые комментарии, подобные тем, которые исходят от Макрона при предыдущих президентах. Ни один французский президент не взял бы на себя обязательство воевать где-либо в составе альянса НАТО, не согласовав это с Вашингтоном. Мы ничего не контролируем. Байден ничего не контролирует. Я не знаю, кто принимает решение за его спиной. Ему просто дают что-то почитать. Но суть в том, что на Ближнем Востоке господин Нетаньяху по-прежнему контролирует ситуацию, и у него есть реальная проблема. Ты знаешь, что сектор газа — это катастрофа. Это с треском провалилось. Они не победили в газе. Мы это знаем. Он хочет вернуться и закончить карьеру в Рафе. Сколько мужчин, женщин и детей, которые не имеют никакого отношения к Хамасу, погибнут на этом предприятии. Об этом можно только догадываться. И Иран, я думаю, продемонстрировал, что если на него нападет Израиль, он способен с предельной точностью уничтожить большую часть того, что Израиль считает важным к его стратегической мощи. Итак, мистер Нетаньяху оказался в трудном положении. Мы ничем не можем ему помочь. Все, что мы можем сделать, это попросить его отступить. Он не может отступить. Нетаньяху должен пойти на эскалацию, иначе ему конец. Так что я не думаю, что мы стали свидетелями последней израильско-иранской конфронтации. Я не думаю, что мы в последний раз видели Рафу. Я не думаю, что мы даже видели начало того, что может произойти в регионе, из-за чего бы то ни было. Мы наблюдаем все большую и большую солидарность по национальному признаку внутри мусульманского мира. Турки, благодаря последним выборам, продемонстрировали свое полное отвращение к неспособности господина Эрдогана серьезно выступить против Израиля от имени палестинцев. Я думаю, что мистер Сиси или генерал Сиси беспокоятся о своем будущем. И я знаю, что король Абдала сейчас находится в очень шатком положении Землю, потому что он был достаточно глуп, чтобы связать свою судьбу с нами и помочь защитить воздушное пространство Израиля, что непонятно миллионам его собственных подданных, которые наблюдают, как убивают их братьев на другой стороне. Итак, мир ополчился против Израиля. Мы становимся все более изолированными, но у нас очень мало возможностей контролировать ситуацию. К сожалению, сейчас мы похожи на человека, который занял в банке очень крупную сумму и в какой-то момент занял так много, что стал владельцем банка. Мистер Нетаньяху владеет нами. Что же нам делать? Это отличный вопрос. Я имею в виду, вы знаете, что я помогу вам выбраться отсюда, полковник. Когда вы смотрите на то, что собираются делать Соединенные Штаты в преддверии этого года выборов, кажется, что, конечно же, существует единая партия, о которой вы говорили. Мы освещали это шоу. Конгресс Соединенных Штатов проявляет солидарность и передает миллиарды долларов в виде посылок. Они не защищают южную границу. У вас есть спикер Палаты представителей, республиканец, кажется, по имени, который неоднократно повторял границы, 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 а затем полностью отказался от южной границы США. Так что, похоже, они солидарны с этим движением в поддержку Нетаньяху и в Украине. Как ты думаешь, что Путин собирается делать здесь в следующий раз? Ты говорил об укреплении фундамента, когда земля станет твердой, когда не будет снега и дождей. Я сказал, что собираюсь вытащить тебя отсюда два дня назад, но у меня есть еще один вопрос, связанный с Дональдом Трампом. Конечно же, ты когда-то работал на президента Трампа. И я был просто ошеломлен этими выходными. Я подумал, что, знаете, вы упомянули, что 21 республиканец проголосовал против этого закона проекта о расходах на Украину. Это огромные суммы денег. И 21 республиканец сказал, нет, нам нужно укрепить нашу южную границу. Мы не можем этого сделать. Президент Трамп, он не президент, но он мог бы, как лидер республиканской партии, выйти и сказать, покончите с этим. Больше никаких денег Украине. Это просто смешно. И как сказала Линдси Грэм в воскресном шоу, этот законопроект не был бы принят палатой представителей. Представители Мэга, Майк Джонсон, если бы Дональд Трамп не поддержал это предложение. Эта идея отказаться от Украины делает мир безопаснее. Если вы откажетесь от Украины из-за того, что у вас недостаточной возможности, то это приведет к падению Тайваня. Украинцы сражаются как тигры. Этот пакет помощи включает в себя кредитный компонент. Без Дональда Трампа этого бы не произошло. Я хочу поблагодарить спикера палаты представителей Хакима Джеффриса за совместную двухпартийную работу по предоставлению оружия Украине для ведения важной для нас борьбы. И президент Трамп создал кредитный компонент этого пакета, который дает нам рычаги влияния в будущем. Какова твоя оценка? Раньше ты работал на президента Трампа. А мог ли он это сделать? Я имею в виду, потерпел ли он неудачу в этом деле, или это был большой успех. Я имею в виду, где бы вы посоветовали ему остановиться на этом, на этом финансировании для Украины и Израиля. Ну, если бы я работал на него прямо сейчас, и он был президентом, я бы посоветовал ему ни при каких обстоятельствах не поддерживать законопроект. И вместо этого сосредоточить наше внимание на границе Соединенных Штатов, восстанавливая верховенство закона. И если бы он пошел дальше и сделал то, что он сделал, то есть по сути присоединился к финансовым свиньям в Вашингтоне, которых интересовало все, кроме американского народа, мне пришлось бы уйти в отставку. Но я думаю, что мистер Трамп отчаянно хочет стать президентом. И я думаю, что он рассматривает свое избрание президентом как оправдание, поскольку он искренне верит, что победил на последних выборах. И если быть до конца откровенным с тобой, я склонен с ним согласиться. Эти выборы нельзя было назвать честными и свободными даже при самом большом воображении. И мы не собираемся проводить их в ближайшее время, потому что все те же проблемы, которые существовали в 2020 году, все еще сохраняются сегодня. Но я думаю, что он хочет стать президентом, и поэтому он обращается ко всем, у кого есть деньги, кто готов поддержать его и пообещает это сделать, о чем бы они ни просили. Это просто возмутительно. По-моему, это ужасно. Я думаю, что он совершил серьезную ошибку. И я с тобой согласен. Ему следовало поддержать 21 члена, потому что, честно говоря, большая часть Америки поддерживает этих 21 члена. Так вот, на стороне демократов было 37 членов, которые отказались поддержать Израиль и выделить деньги для Израиля. Это уже другая проблема. И, конечно, это вредно для всех кандидатов. Никто из них не хочет быть в стороне от партии, которая говорит, что Израиль должен прекратить убивать людей в Газе. Любой, кто предлагает это, немедленно заклеймляется как враг Израиля. Ты прав. Так что сейчас очень-очень трудное время для того, чтобы баллотироваться на выборах. Но хорошая новость в том, что американцы могут посмотреть на то, что происходит прямо сейчас, и понять, кто есть кто на самом деле. Ты знаешь, кто такой этот Дональд Трамп? Что он сделал? Он призвал спикера Джонсона сделать то, что он сделал. Он поздравляет его с хорошей работой. Это катастрофически глупо. По сути, он бросает свои принципы за борт, а своих сторонников под автобус. Да, я имею в виду, я не знаю, как еще это понимать. Я имею в виду, если вы и наши зрители прямо сейчас. Если кто-то из вас, кто смотрит прямо сейчас, просто знаете ли, умер ли в рядах сторонников Уилла Трампа. И не важно, что происходит, это не имеет значения, это имеет значение для тебя. Но для меня это было большим событием. Я имею в виду, что он поднялся до такого уровня, когда выступил в поддержку всех вакцин против ковида, которые он сделал несколько недель назад. И похвалил это. Я думаю, что было много мегареспубликанцев, которые говорили, подожди секунду, неужели Трамп только что похвалил вакцину против ковида? Я правильно расслышал. А теперь в эти выходные поддерживаю спикера Джонсона, выделяю все эти деньги Украине, Израилю и Тайваню. У меня просто не укладывается в голове. Так что я не знаю, что с этим делать. Но я был очень разочарован этим. И я думаю, что 70% американцев говорят, что они абсолютно не хотят этого. Я думаю, что ты прав. Возможно, поддержка 21 республиканца была лучшим, и, возможно, более разумным шагом. Это странно, потому что на той же неделе полковник, он говорит, что выходит и говорит, мы потратили 7 триллионов долларов, или от 7 до 9 триллионов долларов на безделье. Войны на Ближнем Востоке, в которых мы убили миллионы людей. И он сказал, что мы ничего от этого не выиграем. У нас на руках кровь. У нас нет ничего, кроме крови и страданий. Нам не следовало поддерживать эти войны. А потом, спустя 4 дня, я просто не могу поверить в это. Я... Помни, что это тот же самый человек, который участвовал в предвыборной кампании в 2016 году, и куда бы он ни пошел, он слышал, как миллионы американцев скандировали. Постройте стену, постройте стену, постройте стену. Так что мы должны быть реалистами во всем этом деле. Я думаю, он подвел многих людей. Я думаю, что это еще долго будет преследовать его. Посмотрим. Ну что же, приятно слышать, как ты говоришь, что если бы ты все еще работал на него в Пентагоне, то подал бы заявление об отставке. Это очень сильные слова. Полковник, рад тебя видеть, как всегда. Мы будем очень внимательно следить за развитием событий. Но добро пожаловать на ваши выборы 2024 года. Полковник, как всегда, большое спасибо. Спасибо, полковник. Посылаю вам Клейтона. Пока-пока.